Ну и как вам? Если вдруг пропустили, показываю концовочку еще раз. Я вас доставляю до Дарновского видео в полиции, для вашей особы. Дай наручники. А наручники зачем? Я по-моему себя веду нормально. Да подожди, не крути телефон. После короткого совещания, такого между собой, они решили устроить вот такую вот движуху, задержать меня. Видео обрывается в тот момент, когда заламывают руки мне за спину и, видимо, кто-то из них нажимает на кнопку стоп. Дальше что происходит? Дальше он попытался сначала засунуть телефон мне в задний карман. Это Лукаш, который. А потом понял, что карман закрыт, и я ему говорю, в передний карман ложи, в передний. Он ложит в передний карман, в передний правый карман ложит телефон. Дальше запихивают меня в машину, Лукаш садится сзади и изо всех сил начинает выкручивать за спиной правую руку, делая упор именно на запястье. Поэтому вот на запястье получились ссадины и, соответственно, не помню, как это там называется, но это, грубо говоря, как ушиб. То есть, сильное сжатие было мягких тканей и поэтому рука текла и некоторое время очень сильно болело. Сейчас тоже немножко болит, но уже так. Дальше повезли меня в райотдел, точнее Дарницкое управление полиции. И когда уже довезли на выходе из Бриуса, этот самый Лукаш снова залез, ну не снова, залез ко мне в карман, зная уже, где лежит телефон, естественно, забрал телефон оттуда и в этот момент я начал кричать, что грабят, грабят. Ну, фактически, это был грабеж, а как иначе. Рядом были люди, они там проходили мимо, всем по барабану. Никто не обратил внимания, пошли себе дальше. Но как только начал я громко возмущаться, сразу же они меня начали быстро заталкивать назад в управление полиции, дабы поменьше было зевак. В управлении происходил полный трэш. Сначала был разговор не на камеру, потому что камеру они включили только где-то на середине разговора. И только потом включили свою бодикамеру и тоже там рассказывали мне басни при Баутке. Сейчас точно не могу вспомнить, что именно попало на камеру, что нет. Я надеюсь, запись с бодикама я смогу получить. И тогда, в принципе, я вам и покажу, что там зафиксировано. Но так по разговору могу сообщить следующее. Во-первых, ну это вообще уму непостижимо, они там начали мне угрожать. Ну, как бы, мы тебе лицо начистим и все такое. Ну, как бы, я слышал, когда водители, на которых стартуют полицейские, предлагают им там, давайте, снимите форму и мы с вами там разомнемся. Ну, это водители предлагают полицейским. А тут полицейский мне говорит, я, пожалуй, сниму как-нибудь форму и в выходной день пойду погуляю у тебя по району. Ну, как бы, в своем уме. Алло, полиция называется. А он меня хочет где-то встретить, поймать. Ну, это уже какой-то настолько идиотизм. Что было дальше? Дальше они меня начали учить жизни. Что я там и так себя веду, и вообще провокатор. Ну, вот это вся хрень вообще. Понимаете, люди сначала в отместку за замечание задерживают, дальше ломают руки, отбирают телефон, удаляют видео, а потом начинают рассказывать еще, как мне жить. Что было дальше? Дальше начали мне читать армор. Это вообще ха-ха. Вообще, с этим армором, я думаю, стоит как-то поработать, ну, вообще, по поводу этих их баз. Открыли армор, начали мне рассказывать, что у меня какие-то там ДТП, хотя у меня ДТП не было. Что у меня там то Кэмери в собственности, то Галланд, я не помню. Какие-то там еще автомобили мне называли, хотя таких автомобилей у меня в помине не было в собственности. Там какую-то информацию, там что-то про членов семьи начали рассказывать. Я как бы на них смотрю, но, знаете, такое ощущение возникло. Ну, давно у меня есть ощущение, что армор это, конечно, полное днище. Но вот в этот момент я полностью убедился, что это полнейшее дно. Потому что там какой-то сборник сказок, это, знаете, как, наверное, как миротворец. Там кто-то чего-то понаписывал, не пойми кто, установить невозможно. То же самое и в арморе. Что-то написано, опять, типа, про меня. Вот. И они потом, ну, они сидят, читают, типа, смеются. А-а-а, там, типа, ДТП, ездить не умеешь. Ну, такое что-то, короче, бред. Ну, и т.д., и т.п. Учили меня там жизни. Умники, капец. Что еще интересное? Я требовал адвоката. Там на видео это должно быть видно, если я это видео добуду. Адвоката так никто мне и не предоставил. Я требовал много раз вернуть ему телефон на видео, там тоже это слышно. Но он так камеру поставил, а телефон за камерой положил, типа. И там, если надо было, я ему включал, там себе там щелкал, видео удалял. Ну, видео я же восстановил, ты же видел. То есть, ну, вы же все равно не умеете, даже видео не умеете удалять с телефона. О чем я говорю? Что еще было интересное? Когда меня завели в райотдел, прибежал, ну, типа этот, как дежурный, который, ну, который прямо на посту сидит там, в журнал записывает. Я его позвал и начал ему сообщать. Ну, ты посмотри, что делают. Отобрали телефон, удаляют видео. Он похихикал, там что-то тоже ляпнул непонятно. Я уже не помню, что он говорил. Такой тоже, типа, знаете, одна шайка лейка, друг, рука руку моет. И убежал, и никак помогать не стал. Ну и дальше, финалочка какая, составили они на меня, значит, протокол по 173. Выглядит он вот так. Вот это был протокол. В начале, либо в прошлый ролик, если вы смотрели, то вы видели, как все происходило на самом деле. Чтобы понять, соответствует ли действительности данный протокол или нет. И что я говорю, интересно, они написали, что я там образлово чеплявся до каких-то громадян беля подземного пешеходного перехода. Там до ближайшего подземного перехода, вот от того места, где я с ними общался, ну, метров, наверное, есть или 300. Ну, я не знаю, как они это потом будут пояснять. Еще они написали, что там рапорт прилагается и пояснение свидетелей. Очень хотелось бы почитать этот рапорт. И, конечно же, очень хотелось бы потом этого свидетеля послушать в суде, что он будет рассказывать. Ну, и этих двоих тоже суд надо будет потом обязательно вызывать, чтобы они тоже подрассказали, как я там образлово чеплявся до каких громадян. То есть, понимаете, если в админпрактике там у кого-то хватит ума, то он этот протокол либо куда-то потеряет, либо еще что-то с ним сделает, чтобы он не дошел до суда. Потому что если он дойдет до суда, то тампана вылазит еще больше, чем, в общем-то, уже я вам показал. То есть, к примеру, опять-таки, будет приводить к присяге того же самого Лукаша либо Грома, чтобы они давали свои пояснения. А потом окажется, что это все вранье, и можно еще их будет привлекать за предоставление заведомо ложных показаний в суде. Так что я же говорю. Проще, наверное, им будет, если они потеряют этот протокол. Ну а пока на этом все. Уголовное дело ДБР, как всегда, непонятно, открыли, не открыли. Установленный законом срок я сразу же подал жалобу за то, что дело не открыто вовремя. И тоже отправил эту жалобу следственному суде. Так что, наверное, как всегда, сначала подаем заявление, потом заставляем открыть уголовное дело, а потом только будем двигаться в этом уголовном деле, предоставлять туда все имеющиеся доказательства, пояснения, ну и, конечно же, видео. На этом все, ребята, на сегодня. Пока! Продолжение следует...